Всем большой привет! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня воскресенье, последнее воскресенье месяца октября. И я хочу подвести итоги этого месяца. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Казалось бы, итоги небольшие, но все-таки они есть. И есть завершенные работы. В этом году я стараюсь, чтобы в каждом месяце у меня появлялась хотя бы одна завершенная работа. Но не всегда это получается. Больше работы начинаются, чем завершаются. Но это уже как бы такой другой вопрос. Давайте перейдем к нашим процессам. Итак, первым завершенным процессом этого месяца стала моя работа от фирмы Маричка. Это совершенно новый для меня производитель. Это вышивка лентами. Кстати, девочки спрашивали, где я покупала этот набор и еще один такой наборчик от этой фирмы. Покупала я на сайте Муркиной рукоделки. Там очень много представлено набор этого производителя. Вы можете зайти и посмотреть. Кстати, наборчики эти совсем недорогие. Поэтому даже на попробовать можно взять и попробовать для себя новую технику. Мне вот очень понравилось вышивка лентами и хочется продолжать. Есть у меня еще один набор этой фирмы. Там такие шикарные розы, классные. Но я пока не знаю, когда я к ним доберусь, к этому набору. Но когда-нибудь это будет. Итак, работа. Вот. Осенняя рябинка. Такая она красивая получилась. Как вам показать? Вот так, наверное, лучше видно. Осенняя рябина. Эта работа у меня был такой... С ней проведен эксперимент. Мне очень интересно было, а получится ли мне вышить эту работу всего за один день. И вы знаете, получилось. Причем я не целый день как бы на дне работала. Соответственно, у меня были домашние дела. Там стирка, глажка, уборка, готовка. И в промежутках я немножко и вышивала, и немножко снимала. И видео закончила я уже... Работу закончила поздно вечером. И видео снимала, соответственно, уже поздно вечером. С тем освещением, которое как бы было у меня на тот момент. Но я также сделала слайд-шоу. Если кому будет интересно, порассматривать вблизи вышивку. Можно посмотреть слайд-шоу. Кстати, люди, когда видят эту работу вживую, они даже не могут понять, что это ленты. Они спрашивают, что я там приклеила, что это... Что это? На самом деле смотрится просто великолепно. Но я не знаю, как мне показать вам в камеру. Вот так еще раз покажу. Вот. Что-то видно. Буду держать рядышком и рассказывать. Значит, вышила я ее за один день. И получилось вышить за один день, потому что здесь используются очень-очень простые техники. Здесь нет много большого разнообразия техник, большого разнообразия лент. Крупные листочки, которые вышивали с крупными лентами, вышиваются очень просто. И потом было обилие французских узелков, которые тоже вышиваются очень легко и просто. Ткань здесь тоненькая, поэтому прокалывалась очень легко. Но на самом деле я не знаю, хорошо это или нет, что ткань тонкая. Потому что в каких-то местах оставались такие протяжки, когда проводишь иглу огромную с большой лентой, ткань напрягается и проходят какие-то такие тоненькие, знаете, протяжечки по ткани. Мне это не понравилось. И сама ткань, знаете, она вот не лежит ровно. Конечно, когда ее натянут, она будет нормальной. Но вот так она немножко ее стягивает. Может быть жесткости, если было больше, было бы лучше. Но не знаю, пока я еще не сформировала такое четкое мнение. Вот вышивка учаренной мытии, с ней было работать очень тяжело, но получилось очень эффектно, очень классно. И ткань там совсем не деформировалась. Вот, еще один момент в какой-то работе, то что мне здесь не хватило лент. И вот в частности, вот здесь в сердцевинку, рябинку, да, в центре, мне пришлось вышивать тоже оранжевой ленточкой, красной ленты мне совсем не хватило. И вот эти тонкие ленты, узкие ленты по 6 мм, они были очень такого, не очень хорошего качества. И широкие ленты тоже были не очень хорошего качества. Они как-то вытягивались, появлялись на них такие растяжки, как бы дырочки. Мне не понравилось качество лент. Оно такое на троечку. Было сложно работать с ними, чтобы не повредить. И лент не хватило. Бисера, к счастью, мне хватило всего. Бисер здесь пришивается в каждую рябинку, в каждую ягодку. Но я пришивала не в каждую ягодку, я боялась, что мне бисера тоже не хватит. Вот. В общем, такие неоднозначные у меня впечатления по этому производителю. Вроде бы сюжеты нравятся, а по материалам, как бы, ну, есть вопросы. Я еще вышью набор, который у меня лежит от Морички, попробую. Закажу еще что-то от Чариной Мэти. Хочу еще заказать несколько наборов с лентами с Алиэкспресс. Попробовать китайского производителя. Ну и дальше буду изучать рынок, изучать других производителей вышивки лентами. Вот у Панны еще есть, но там, знаете, мне не нравится то, что там совсем простые сюжеты. Какие-то цветочки в вазах или совсем мало используется лент. Мне вот хочется, чтобы было много разных техник, много разных лент, чтобы было вышивать интересно. Здесь тоже вот в этом дизайне было мало, в принципе, лент и мало техник. Но мне понравился осенний сюжет. Мне хотелось оранжевых красок, листочков. Вот такой вот теплой-теплой осени. И, в принципе, я справилась со своей задачей. Хочется поскорее, конечно, оформить, но, честно скажу вам, сейчас совсем у меня другие заботы и недооформление моих вышивок. Пусть пока лежат и копятся, как только все восстановится, все будет хорошо. Я их потом возьму, все такой кучей большой. И пойду оформлю. Все оформлю одинаково, чтобы они подходили по стилю. И повешу все мои картины вышитые лентами. Они будут сочетаться. Все цветочки разные. Весенний, летний, осенний. Мне кажется, будет интересно. Вот. Это работа номер один. Есть у меня еще одна работа, которая закончилась в месяце октябре. И я с радостью вам хочу представить. Вот он, мой бёрчпойнт. Вот он, вот он, красавец. Вот он. Подробно, конечно, я уже вам его показывала. Есть фотографии у меня ВКонтакте. Это моя гордость. Мне было очень-очень интересно, смогу ли я вышить эту работу подбором. Шла, как говорится, на свой страх и риск. Потому что подбирала нитки, часть ниток Dimensions, ДМС. Очень много у меня было таких сомнений, что делать. Красила канву уже с начатым, отшитым кусочком, фрагментом. Я поняла, что цвет канвы совсем не тот и красила чаем. И в итоге, когда я все вышила, напомню, что у меня здесь был такой спорный момент с ниточкой 6098. Это вот этот цвет, который используется. Он здесь много используется в блендах, везде. У меня этого цвета было много, оригинального Dimensions, и мне казалось, что мне его хватит. Но я просчиталась, где-то неправильно посчитала. Мне его не хватило. И не хватило у меня его как раз вот на весь этот участок, который отшивается... Сейчас, простите, настроюсь. Значит, этот цвет, он вышивается вот здесь и вот так вокруг дома. Его очень много. Он есть и в доме, он есть и в блендах. Очень активно используется цвет 6098. То есть, везде мне его здесь хватило, а вот на вот этот участок не хватило. И я взяла ниточку и крю, стала вышивать и крю. Потом мне показалось... Ну, действительно, он немножко светлей. Мне не понравился эффект. Вот я из других наборов Dimensions выдернула эту нитку 6098. И вот здесь пошла оригинальная нитка до домика. В принципе, как бы, ну, тоже нормально смотрелось. Ну, маленькое вот это вот отличие, оно было видно. И я решила так, что... Так как у меня нитки больше этой не было, я решила ставить так, как есть. А когда появится нитка, тогда выбрать вот этот участок и вышить правильным цветом. Но когда я завершила работу, и так как она у меня была покрашена чаем, то стирать ее нельзя. И я пошла ее просто гладить с изнаночной стороны, чтобы немножко подтянуть ее, поровнять. Ее немножко у меня перекосило один уголочек вот здесь вот. И я решила немножко ее как бы поровнять. Когда я прыскала с пульверизатора водой на краешке канвы, я видела, что, в общем-то, канва, она немножко окрашивается, да, меняется ее цвет, из-за чая получаются разводы. И я решила попробовать попрыскать на вот этот участок и посмотреть, может быть, возьмет эта нитка немножко цвета у чая и выровняется тон. И, о, чудо! Действительно так и произошло. Я прыскала водой только-только-только вот на этот цвет аккуратно и утюгом потом проглаживала. И ниточка потихоньку окрашивалась, и цвет выравнивался. Так я сделала три раза, чтобы цвет полностью выровнялся. И, о, чудо! Все получилось. Я очень-очень этому рада, что у меня получилась вот такая красота. Это моя гордость. Очень мне понравился этот дизайн. И спасибо Свете Горелкиной, которая, ну, я так думаю, первая на YouTube вышивала эту работу, нам показала этот дизайн, потому что он старенький. И, честно, ни схемы, ни картинки никогда мне этот дизайн у Dimensions не попадался. Он, наверное, какой-то непопулярный или очень забытый. Вот. И Света, в общем-то, воскресила этот дизайн. Я смотрю, что девочки тоже многие заинтересовались. И этот наборчик покупают, находят. И кто-то вышивает подбором. Когда я решилась вышивать этот дизайн, я, конечно же, поискала в интернет-магазинах, может быть, где-то есть раритетные наборы, может, где-то можно выкупить в каких-то запасах. Этого набора не было ни у кого. Был он только на eBay, но стоил там от 80 долларов и выше. На тот момент я не готова была давать такие деньги. Ну, сейчас, наверное, тоже не готова давать такие деньги за один набор. Может, чуть-чуть дешевле, да, но столько, не знаю. Пока не решилась, то ли да, то ли нет. Вот. В любом случае, покупать я на тот момент за такие деньги не хотела. Что-то дешевле не нашла. И поэтому я его вышивала подбором. И, знаете, совершенно не жалею. Потому что вот этот мой итог, результат, он для меня показатель, что я могу вышивать Dimensions подбором. И получается очень замечательно. А почему бы и не получалось, если даже сами дизайнеры Dimensions в своих буклетах и схемах раньше давали ниточки ДМС, значит, их дизайны предполагаются, что можно вышивать и в палитре ДМС, и даже в Анкор, и в других цветах. Я не думаю, что у дизайнеров Dimensions какая-то другая палитра ДМС или Анкор, такая же, как и у нас. Поэтому все можно перевести, все можно вышивать и другими ниточками. Да, будут где-то небольшие оттенки, но сам итог, он все равно будет очень гармоничным и красивым. И сколько я смотрела подборов девочек по дизайну Dimensions в нитках ДМС и Анкор, все очень-очень красивые. Редко встречаются где такие, ну, несуразные подборы. Это в основном нитками СХС или это китайские какие-то, китайская комплектация. А вот кто сам подбирает, ну, и то, что мне попадало, все очень, все красиво. Вот. Поэтому в этом месяце у меня завершилась эта работа. Вышивала я ее примерно полтора месяца. В сентябре я взялась, и в октябре я ее закончила. Нет. В конце августа я за нее взялась, и 7 октября я закончила эту работу. Я ее начинала в совместном проекте апрель месяц стартов, но там было вышито, знаете, сколько? Сейчас я вам покажу. Там было вышито вот такой вот кусочек, маленький-маленький. То есть просто я там попробовала, вышила такой вот уголочек. А все остальное у меня уже вышивалось с конца августа. Поэтому за полтора месяца вышить можно. Вообще процесс этот легкий. Хотя это и голд коллекшн, да, вот казалось бы, они всегда такие, эти процессы, наборы такие более сложные. Вот этот он очень-очень легкий. Если бы у меня не было этого головняка с подбором ниток, вышиваю какой-то цвет, распарываю, передумываю, что-то меняю, и на это уходило много времени, если бы не вот эти все вперед-назад, я бы вышила еще быстрее. То есть его реально вышит за месяц. Ну, если вы как бы определились с нитками и цветами. Если кто-то будет вышивать подбором, единственное, что я могу посоветовать, решите вопрос с ниткой 6,98. Потому что, мне кажется, она здесь играет важную роль. Может быть, вы покрасите ниточку и криву ДМС-чаем, и она будет более такого желтоватого цвета, потому что это бежево-желтоватый цвет, 6,98. Это не совсем бежевый цвет. Вот, а остальное все очень хорошо подбирается. Зеленые цвета, коричневые. Нормально здесь, на мой взгляд, все получилось. Вот, вторая готовая работа. И перейдем к моим процессам, которыми я занималась в октябре. Перейдем к процессам этого месяца. И первый процесс, которым я работала, это кастом-крафт совы в лунном свете. С данным процессом я участвую в совместном проекте от Ольги Хобби Арт, такие разные совы. Соблазнилась я от процессов девочек. И, конечно же, очень интересный совместный отчет. Мне нравится это сопровождение лесных звуков, совы, сойки, там разные птицы. Вот, и есть у нас в проекте две девочки, которые вышивают также наборы от Кастом Крафт. Там две другие совы. Они такие шикарные, такие красивые. Я вот смотрю, жду с нетерпением каждого отчета. Очень-очень мне хочется купить себе запасы и эти два набора с совами, потому что отшивы я видела, они такие красивые. Это как фотография девочки. Так что жду ваших отчетов тоже со всеми участниками этого совместного проекта. Что у меня получилось? У меня на моей конве получилось вышить еще примерно тысячу крестиков, может быть, чуть-чуть побольше. Видите, мое синее пятно подросло, и в нем уже узнается дерево, скажем, такой пень, на котором будут сидеть совы. Очень много припарковано ниток, потому что используется много цветов. Они все близкие по тону. Вот есть у меня планшетка, где там цвета идут прям вообще в ряд. 155, 156, 157, 158. Вот так вот в ряд идут. И они все очень похожи. Поэтому мне пришлось расчертить мою канву, так как нет каких-то цветов, на которые можно ориентироваться. И я ориентируюсь только на границы разметки. Были моменты в начале, где я немножко запуталась, но так как цвета похожи, в принципе, там этой ошибки не видно. Вот, поэтому я сразу расчертила и ориентируюсь на линии. Вышивать, в общем-то, мне нравится, хотя много дней я не выдерживаю вышивать эту работу. Устаю от синевы. Но в целом мне нравится работать с этими материалами. Здесь очень классная канва. Шикарные вообще нитки. Хотя нитки ДМС всем нам знакомы. Но, опять же, повторюсь, вновь и вновь в этом наборе они другого качества. Они такие гладкие, шелковистые. И крестики сами ложатся. И очень красивые получаются. Такие гладкие, ровненькие. Все очень здорово. Вот. Надеюсь, что и в этом месяце мне удастся, в новом ноябре мне удастся вышить также хотя бы тысячу крестиков. Если больше, приветствуется. Но, надеюсь, не меньше. И потихоньку я вот так вот продвигаюсь вместе с вами, девочки. Вот так. Еще раз покажу. Вот оно. Ревно. Смотрите, как четко получается. Все вот эти вот щелочки, вот детали очень видно. Я очень полюбила кастом крас. Не смог. Посмотрели. Так. Ну что, перейдем к еще одному моему процессу. Это, как вам показать, Риолис. Материнская любовь. Вот она, красавица. Вот столько у меня получилось вышить. Я недавно выкладывала отчет по этому процессу, показывала, рассказывала подробно. С момента, в общем, последнего отчета у меня вышился... Как же показать, такой станок тяжелый. Вот этот участок, где он? Вот он. Вот этот участок у меня вышился. Волосы и украшения, да, волоса, цветочки здесь, разные штучки. Вот этот участок вышивается очень тяжело, потому что вот эти вот цветочки маленькие, здесь очень много смешения цветов. Два-три крестика, два-три крестика. И вот это постоянное. Взял нитку, закрепил, два крестика вышил, закрепил, отрезал, взял новую нитку. И я вот этот участок вышивала три дня, три вечера, причем много часов. Шью, 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 а я все на одном месте. Шью, шью, а все на одном месте. И знаете, я уже так устала, и начинаю думать о других процессах, какие они у меня лежат и ждут. Думаю, может, повышевать что-то другое. А с другой стороны себя уговариваю, ну нет, не расслабляйся. Тут еще чуть-чуть осталось, и будет работа завершена. Но уже вот так я с напряжением уже ее так вышиваю. Надеюсь, что вот-вот-вот-вот уже закончатся эти цветочки. Дальше схема будет идти попроще. Но цветочков еще будет много. То есть нужно будет дошить вот так. Еще сверху здесь волосы тоже с цветочками пойдут. То есть здесь мне еще неделю с ними бороться. Но посмотрите, как красиво получается. Мне так нравится лицо девушки. Очень хорошо проработано. Хотя, казалось бы, там нет каких-то особых смешений цветов. Все очень просто, но очень красиво, очень эффектно. Такой у нее румянец, как будто такие конопушечки немножко. Красивая девушка, красивые волосы получаются. Малыш там замечательный. Но я уже его замотала, девочки, не буду откручивать. Уж вот так, как есть, показываю, со станком. Работа нравится. В общем, вышивается она легко. Особенно первая половина. Там, что по одним цветам и без проблем. А вот уже вторая, вторая половина работы, там есть какие-то элементы. Даже не вторая половина, а третья часть, верхняя третья часть, там, где идут украшения и цветы, там нужно терпение. Но не знаю, что мне делать с этой работой. Я, честно сказать, немножко устала. Хочу переключиться хотя бы на 2-3 дня на другой процесс. И вот теперь думаю, наверное, после этого видео я поставлю какой-то другой процесс, подумаю, повышиваю его и потом вернусь к моей девушке. Хочу в ноябре месяц обязательно закончить этот процесс. Получится, не получится, не знаю, но я буду стараться. Ещё по процессам это всё. Ещё хочу вставить небольшой такой, влоговую запись. Мы сегодня утром ездили на прогулку в горы. У нас здесь есть гора, заповедная, там, где несколько лет, уже много лет назад был пожар и выгорела большая часть леса. Потихоньку стараются восстанавливать, но в любом случае это одно из любимых мест всех афинцев. Приезжают туда на прогулку, походить, покататься на велосипедах, потренироваться, как называется, скалолазание, когда забираются на горы. Есть там небольшие участки для начинающих. И мы тоже туда приезжаем походить, погулять, подышать свежим воздухом, немножко размяться, чтобы наша собака там побегал. И сегодня, когда мы возвращались, мы встретились с целой группой оленей. Я вообще обожаю очень оленей. И был такой момент, мы уже всё на выезде практически, и я смотрю, такая, знаете, столько много оленей, и много там с ними людей, стоят их и гладят, и кормят. Я обалдела. Говорю, может, тормози? Скорее выбегаю с машины, с камерой, и их снимать. Они настолько были ручные, едят с рук, мы их там гладили. Я погладить так и не смогла, потому что я как оператор с камеры пыталась их заснять, а муж хитренький такой, значит, хлебушек взял, всех покормил, всех погладил. Ну, вот так вот. Но всё равно я получила большое удовольствие. Поставлю вам этот фрагмент видео. Посмотрите, тоже зарядитесь, надеюсь, положительными эмоциями. А на этом у меня всё. Желаю вам хорошего настроения. Ну, конечно же, до новых встреч. Пока-пока. Всем привет. Сегодня воскресенье, 29 октября. Мы приехали на прогулку в Барнифу. Это здесь заповедное место, горы. Здесь уже много лет назад был пожар, и выгорела очень большая часть леса. Я как-то вам показывала видео, но в любом случае здесь очень приятно походить, погулять. Здесь есть такая небольшая база для как-то как они называются, людей, которые забираются, ходят по горам, занимаются таким спортом. Спортивное ориентирование, по-моему, если правильно я вспомнила. Много сегодня людей, группы, клубы, просто люди, которые любят ходить. Ну и мы сегодня вышли на прогулку, потому что уже начинает меняться погода. С теплой осени приходит холодная осень. И вот я даже не рассчитала немножко с одеждой, думала будет ну где-то плюс 16, плюс 17, а сегодня ну где-то 13 градусов, ветерок, знаете, холодно. Я в спортивном костюме вот в такой жилетке. Ну и все равно дует ветер, холодно. Но мы еще пока не ходили, только приехали, сейчас будем идти и, конечно же, согреемся. Я вот показывала, что сзади меня находится. Смотреть особо нечего, потому что, как я говорила, лес весь выгорел с этой стороны. Осталось немножко леса. Сейчас я вам покажу. Надо повернуться мне. Вот так, сейчас я повернусь, повернусь. Вот, сзади меня там гора, если видно, вот там еще лес остался, там уже нормально лес. А с этой стороны здесь все-все выгорело. Очень жаль. Взяла с собой также видеокамеру, может быть, поснимаю нашего собаку. Он такой смешной, такой активный. Только его отпустили, он сразу стал бегать, как шальной. радуется тоже прогулки. И сейчас мы вышли на проезжую часть. здесь редко машина проезжает, но все равно мы его привязали. Сейчас я вам его покажу. И я. Эля на мозгном. Вот он. Вот он. Вот он. Одна. Вот он, дружбан. Что-то. Вот он. Наверное, сегодня главный приз получу я. Я иду впереди. Муж с собакой вот там вот они вдалеке. Хочу показать вам общий вид. Вот он, эта гора. И мы идем вот туда наверх мы идем. Там кафешка. Пойдем пить горячий шоколад. и покажу вам вдалеке гора, которая еще зеленая. То есть там лес остался. Вот. Ну, а тут, к сожалению, такая ситуация. Где там наш собак? Тегины. Упий, Рассказывай. Рассказывай. Он же все-таки охотничья собака, поэтому он думает, что он на работе ищет, ищет. Ох, забрались мы на определенную высоту и здесь есть елочки. Вот такие красивые елочки. Вот они пушистенькие. сильно отсвечивает. Плохо вижу, что снимаю. Но я надеюсь, будет видно. Красота. Так. И осталось победить, скажем так, последнюю вершину. Нам нужно забраться вон туда. Видите? Вот она. Это кафешка. Называется Баффи. Здесь их две. это на расстоянии сорока минут. И есть еще Флабори на расстоянии часа, но там еще круче подъем. Вот. Вы не бойтесь, мы не будем залазить прямо по горе. Есть дорожка, вот, по которой мы поднимемся. Но все равно немножко уже запыхалась, давно не ходила. Вот. С этой стороны вот начинается скала и тоже елки на скале. Солнце светит ярко. По крайней мере, здесь нет сильного ветра и уже я согрелась. А то прям начало совсем замерзать. Уши стали болеть от сильного ветра. Как-то я неподготовленная к сегодняшней погоде. Вот, видите, сколько елочек. Вообще, лес здесь был, как называется, еловый, да, из елок. Здесь лес сосновый здесь, а это был еловый. такие красивые елочки. Пушистые, пушистые. Вот сзади уже кто-то идет. Много здесь сегодня людей вышло на прогулку. Так, ну все, закрываю камеру и потому, что у меня начинается сначала спуск, потом подъем. Вот такой здесь красивый туннельчик, скажем так, из деревьев. они своими веточками закрыли и создали такой красивый туннельчик. А здесь очень-очень тоже склон большой. Вот там вот корни деревьев, столы уходят далеко вглубь. Так, видите, сейчас будем спускаться, а потом вот так в обход есть подъем прямо туда наверх. И будем там сидеть пить кофе на улице и покажу вид сверху. Ну все, я пошла. ну вот ну вот мы и забрались прямо оттуда снизу. здесь здесь очень вкусные запахи летают. В основном запахи сосисок. кушать мы не будем попьем просто или шоколад горячий или кофе. Вот. Посидим, отдышимся и обратно мы обычно возвращаемся уже по асфальтированной дороге так легче потихоньку натос. Красивый, какой хороший. Все хлебушка хотят. ну надо же какая удача. Какие глазки. А лаванезные. Идя, все холмосты. Холмосты. Какой масты active. Иlsumpy Bele fare все и я 把它 с бед и а Какой хвостик, кетошу амета, кетошу амета. И вон, наверху еще выглядывают. Эхе хорташи, вы фэлли в шуми. Эхе хорташи, эхе файф радзола малонплина по вас. Такие хорошенькие. Где у нас специализация, то на самом деле. Эхе хон матть, ене мету козьма. Этто штаизу. Красавчик! Куэто хороше. Киво. Пашли на вверх. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok